Добрый день! Меня зовут Карстен Мертенс и я являюсь видеодокладчиком для всех учебных видео, которые находятся на этом сайте. Я хотел бы вам представить Леона Иванова. Он является переводчиком для всех этих учебных видео. Прежде всего, я хотел бы приветствовать вас своим собственным голосом, а затем господин Иванов перейдет все эти учебные видео. Это будет проще для понимания. И учебные видео таким образом будут проходить быстрее. А теперь начнем синхронный перевод. Прежде всего, вы увидите во всех видео, что у меня в руках находятся два пульта. Это нужно для того, чтобы управлять два компьютера. Один с немецкой версией, второй с русской версией. Для того, чтобы все функционировало синхронно. В остальном, конечно, я оставил бы свои руки свободными для доклада. Я, прежде всего, хотел бы представиться вам. Я родился в 1956 году в этом городе. Угадайте, что это за город. Кому-то из вас уже будут известны вот эти фигуры черные на слайде. Это верно. Это бременские музыканты. Вы знаете, конечно, сказку. Многие киргизы говорили мне, что они в детстве слушали эту сказку. В этом городе я родился. Там ходил в школу. И там же обучался как оптовый розничный коммерсант. Мы экспортировали большое количество товаров. В частности, импортировали чай. И каждый день я пил больше 100 чашек чая. Поэтому сейчас я уже не столь охотно пью чай. Однако я очень многому там научился. И что мне показалось особенно интересным. Как плохо управлялась эта компания. И как плохо работники сотрудничали друг с другом. И это мотивировало меня еще раз отправиться на учебу. Курс, который я изучал в бремене «Психологию труда» и «Организационную психологию». Это курс, который занят тем, как можно посредством хорошего менеджмента, и хорошей организации, и хорошего сотрудничества надлежащим образом управлять предприятием. И было так, чтобы сотрудники себя чувствовали хорошо. И на самом деле фирма двигалась вперед, чтобы сотрудникам было интересно работать. И чтобы они действительно продвигали организацию вперед. Затем я 15 лет работал на Siemens. Там я был трендом по обучению, поведению руководящих работников. Мы изучали продажи и много других вещей. Я занимал там большое количество должностей, как специалист и руководитель. И, в частности, руководил командой по сопровождению процесса изменений на Siemens, так называемый «Change Management». Затем я получил возможность перейти на работу в ADAC. Я там проработал еще 15 лет, и там я был директором по развитию персонала. У меня было в подчинении до 26 сотрудников. Мы ответили за то, чтобы вся квалификация в организации с 10 000 сотрудников работала как нужно. Я был одновременно руководителем академии ADAC. Мы проводили электронные обучения, присутственные презентации, тренинги, все, что входит в портфель повышения квалификации. Но также мы проводили и выбор руководящих работников. И я хотел бы вам представить краткий обзор портфеля продуктов и услуг ADAC. Самое важное – это помощь при авариях. Когда у вас в следствии поломки машина остается на автобанке, вам приезжает желтый автомобиль, сотрудник ремонтирует вашу машину и вы можете двигаться дальше. Но в ADAC есть примерно 60 спасательных вертолетов, которые могут с сельской местности быстро доставить людей в город, в больницу. Есть спасательные самолеты для отпускников за границей, чтобы их можно было быстро привезти домой. У нас есть аренда автомобилей, страхование, путешествия, виденная карта и многое другое. Все это продукты ADAC. И вследствие этого, конечно, объем обучения должен быть очень многообразный и обширный. Повышение квалификации наших сотрудников ADAC действительно была большая и серьезная задача. Это было мое вступление. И я желаю вам больших успехов с этими учебными видео и желаю также больших успехов в наших присутствных тренингах, которые мы с вами будем проводить совместно в Кыргызстане и других странах Центральной Азии. Больших успехов! Спасибо!